На прошлой неделе жителям Октябрьского микрорайона в очередной раз пришлось вызывать МЧС к зданию бывшего треста «Октябрь-уголь», бывшего вычислительного центра и бывшего же профилактория «Уголек». С начала года это уже шестой пожар, зафиксированный по адресу Адамца, 50. Некогда одно из самых представительных в городе строений, здание было сдано в эксплуатацию в 1960 году, последние десяток лет не эксплуатируется. При желании попасть внутрь нетрудно, ни окна, ни двери не заколочены, и это солидных размеров. Заброшка постепенно превращается из жемчужины улицы Адамца в ее шрам. С начала 2021 года на территории города Харцизка участили случаи пожара в брошенных домах и неэксплуатируемых зданиях. По состоянию на 28 июня 2021 года зарегистрировано уже шесть случаев пожара в неэксплуатируемом здании бывшего профилактория по адресу Харцизку, улица Адамца. 24 июня в 15 часов 50 минут жильцы близлежащих домов вызвали пожарных. В ходе проведения проверок информации по данным случаям пожаров было установлено, что здание длительное время не эксплуатируется, доступ к помещению не ограничен, и в них систематически пребывают лица, ведущие социальный образ жизни, играют дети, а также пребывают подростки. В большинстве случаев причинами произошедших пожаров является неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. Государственный пожарный надзор совместно с сотрудниками полиции проводит разъяснительную работу среди населения. Елена Егоровна живет рядом в 48-м доме, и окна ее квартиры выходят на заброшенное здание, так что женщина не раз была свидетелем ЧП. Разъяснительную работу с подростками, желающими погулять по крыше, она и сама порой вынуждена проводить. Но не все герои в кавычках прислушиваются к увещеваниям харцизянки. На здании впору вешать табличку «опасно для жизни», считает Виктор Семенович, живущий неподалеку. Большинство молодежи бегают, ребята маленькие бегают, это же опасно, стекла бьют, пожару сколько было, сколько проезжали здесь пожарные. Прописную истину о том, что спички детям не игрушка, детвора в теории узнают еще с малых лет. Вот только теория эта нередко расходится с практикой. Напоминаем, что родители, дети которых допустили пожар, несут административную ответственность в установленном законном порядке и возмещают причиненный ущерб.